Глава вторая. Отплытие. Три дня спустя на побережье Лордерона. Вождь, кланы выступили в путь по твоему зову, но им нужно время, чтобы добраться сюда. Нужно разбить лагерь. Когда прибудут мои воины, у них должна быть еда в достатке и крыша над головой. Да, вождь. Воин, известно ли что-нибудь о громе Задире? Клан боевых топоров уже давно должен был появиться здесь. Нет, вождь. От Задиры давно не было вестей. Проклятие. Куда же он подевался? Ну что ж. Итак, наше задание. Подготовить лагерь. К прибытию Орды вы должны обустроить лагерь. Построить логово, лесопилку, казармы и нанять пять бугаев. Мигающая кнопка в верхней части экрана показывает, что в походный дневник была добавлена новая запись. Щелкнув на этой кнопке, вы сможете прочесть описание вашего задания. Ну вот, собственно, он нам трендит то, что мы и так поняли, мы и так это знаем. Займемся этим. Ваш приказ добывать золото, раб начнет курсировать между золотым рудником и ближайшим домом вождей. Правда, что нет. Вот еще несколько рабов. Чтобы ускорить добычу золота, отправьте их на тот же рудник. Ну, спасибо, дружочек. С удовольствием. Давайте отправим. Ну, уже дофига золота, мы можем спокойно нанимать рабов. Покупка занимает некоторое время. Выбрав дом вождей, в середине нижней части экрана вы увидите индикатор, показывающий, сколько времени осталось до появления раба. Ну, скорее, не покупка, а обучение. Ну, да ладно. Племя растет, и вам нужно построить еще одно логово орков. Логово обеспечит вашу армию едой, благодаря чему вы сможете нанять большее количество бойцов. Выберите одного из рабов. Щелкните на кнопки «Построить» в правом нижнем углу экрана. Нужно заранее построить сразу несколько штук логово. Благодаря им мы сможем спокойно нанимать большое количество людей. Лесопилка может значительно повысить эффективность работы лесорубов. Пусть один из ваших рабов построит ее рядом с лесом. Лесопилка действительно очень сильно улучшает качество жизни рабов, так сказать. В плане вырубки леса будет намного проще это делать. Но мы пока займемся именно постройкой рабов и постройкой логово орков и того и другого. И плюс рабов вы можете, кстати, выделять вот здесь вот и прям отправлять на какие-нибудь строения. В старкрафте, например. Вот, постройка логова выполнена, отлично. Круто. Услышав возглас «Дело сделано», нажмите клавишу «Пробелы» и только что построено здание окажется в центре экрана. Слышим возглас волка и это значит, что наступила ночь. А это опять же значит, что мы в плохом состоянии в плане того, что... Дело сделано! Мы хуже видим. Вот. Ладно. Дело сделано, действительно все круто. Давайте построим лесопилку. Лесопилку я хочу запилить, например... Ну, например, вот здесь. Почему нет? Пусть она будет здесь. И потом пошлем его добывать, например, сюда. Рабочих я... Строить, наверное, больше не буду. Я хочу, чтобы трал исследовал территории прилегающей. Посмотрим, что из этого выйдет. И, например, поубиваем вот этих ребят. Час пробил! Так, сейчас, секундочку. Возвращаясь к игре, мы можем добить, собственно, этих ребят. Займемся этим. Звуя страшная музыка у нас закончилась. Вроде как. Или нет. Лес продолжает вырубаться. Чего хочешь. Давайте пошлем ребят добывать. Поставим сразу же улучшение. Отправим тралла дальше. На цешечку нажмем, ударим их побольнее. Отойдем немножечко. Теперь у вас достаточно золота и древесины для постройки казарм. В казармах можно нанимать новых воинов. Выберите раба и щелкнуть сначала на кнопке построить. А затем на кнопке казармы. А вот, вот таким вот образом мы их добьем. Тем более, что они спят. Когда они, правда, спят, они, по-моему, лечатся. Насколько мне не изменяет память. Ну, страшно. В бой! В любом случае, хватит хилочки. Дабу! И мы заработали свиток исцеления. Вау! За честь! Да! Все, теперь мы крутые, как никогда и никто. Хм! Так. За честь! Нам нужно теперь построить только одно здание, да? Исследование завершено! Ну, давайте вот эту братьюню возьмем. Ииии нам нужны казармы. Нам нужны казармы. Сделаю! Хорошо! Замечательно. Замечательно. Травл у нас уцешит. Займемся этим. Стоит в лугах. Дабу! Да! Я еще хотел бы, на самом деле, построить пару башенок каких-нибудь. На границе своего башенка. Чего хочешь! Строятся они на W. Окей. Раз. И два. Сделаю! После чего вы вернетесь обратно. Так, замечательно. На лесопилке я исследования все сделал. В казармах мы... Исследование я может. У него из прошлой миссии кольцо защиты. Это прям круто. Это прям меня устраивает. Здесь я лично не вижу ничего такого, чтобы я мог куда-то пройти. Дело сделано! Хотя... Здесь есть подозрительное место, на самом деле. Пять штучек мне надо. Продолжайте нанимать бугаев, пока задание игры не будет выполнено. За честь. Ну-ка, давайте-ка. Мне интересно, что здесь вот на вот этой зоне. Там густой-густой лес. Я понял, ничего интересного. Ладно, юзаем. Зелье маны. Да. Смотрим, что у нас здесь есть. Здесь везде тоже лес. Никуда не пройти. Несколько я могу судить. За честь. Вот, построите дополнительные казармы, вы сможете добывать сразу несколько... Ну, добывать, говорю. Делать сразу несколько войнов. Можно это делать, можно это не делать. Но, как правило, оно... Имеется мысль. С удовольствием. Скажем так. Моя жизнь принадлежит ордену. Дело сделано! Я думаю еще взять одного тебя и, наверное... Наверное, построить все-таки... Сделаю! Вот так вот. Дело сделано! Это поможет мне в том числе. Так, давайте трала поставим сюда. И будем обучать новых наших воинов в новых казармах, которые уже тоже вот-вот построятся. Моя жизнь предадлежит орден. И, например, на троечку записать. А трала, например, на днерку. По идее... Займемся этим. Нет, память. То есть, если мы будем переключаться, да, вот-вот, можно... Будет вот так вот делать. Папам! Переключили. И нажимаем G-шечку, чтобы построить бухгая. Здесь G-шечку. Здесь G-шечку. Моя жизнь предадлежит орден. Дело сделано! Нужно золото! Нужно золото! Нужно золото! Нужно золото! Нужно золото! Ничего, ты стоишь, конечно, бугай. Я думаю, в принципе, этого хватит. Плюс-минус. Хотя ладно, пусть ребята добывают. Ну, конечно, самая крутая добыча у нежити. Если ребята прямо лучше... Жизнь принадлежит орден. Жизнь принадлежит орден. Орки! Вы нарушаете приказ альянса. Мы уже взяли в плен одного из ваших командиров. Если вы сдадитесь сейчас, мы сохраним вам жизнь. Вождь, они говорят, что захватили в плен одного из наших. Может быть, это гром? Надеюсь, что нет. Но если они подняли руку на задиру... Локтар Угар! Вперед, воины! Прогоним людей! Что ж, я думаю, на самом деле, наши войска довольно быстро побьют, учитывая, что я поставил специально здесь вышки. Сторожевые. То, как минимум, мы мягко не покажется. Займемся этим. Жетко точно будет болеть Аругар! Жалкие людишки уничтожены. Гром должен быть на другом берегу. Переведите отряд травы через мост и начните поиски. Так уже дружа перевел, уже. Пятерых, в принципе, должно хватить. Но мы, на всякий случай, пользуемся еще несколькими ребятами. Итак, наше задание. К прибытии Орды, конечно, все круто. Мы обустроили лагерь, но найти Грома. Похоже, что войска Альянса взяли в плен Грома за дир у вождя клана боевых топоров. Вы должны проникнуть в лагерь людей и спасти Грома, прежде чем они казнят его. Убейте каждого, кто станет у вас на пути. Давайте это действительно сделаем. Это, тем более, не займет очень много времени. Зачесть отвагу. Я думаю, что мы не будем убивать овечек, наверное. Наверное, это не имеет особого смысла. Но башни поубивать мы можем. В принципе, я, опять же, думал, что мы можем дозаказать двоих челдобреков. Наши войска, тем более, здесь все плюс-минус рушат. Мы слышим, что наступила ночь. Ну, а мы продолжаем наш поход военный. Нас не остановить. Мы сметем здесь все. Армия так разрослась, что на ее содержание будет расходоваться часть ваших ресурсов. И так как у нас большая армия, это не есть хорошо, на самом деле. Одно из наших зданий было повреждено в бою. Чтобы отремонтировать его, выберите раба и щелкните сначала на кнопке «Ремонтировать», «А затем на поврежденном здании». Вот, ремонтировать действительно можно, но я не вижу смысла в этом, потому что мы дойдем спокойно, никто нас не убьет. А вот мы их убьем вообще в Изич. Посмотрим. Если в одном отряде есть несколько магов, может возникнуть необходимость быстро переключаться между ними, чтобы использовать заклинания каждого. И для этого вовсе не обязательно выбирать каждого из них по отдельности. Обратите внимание, в выбранном воине соответствуют маленькие портреты. В середине нижней части экрана. Один из портретов выделен желтой рамкой. Переключаться между панелями приказов выбранных воинов можно с помощью клавиши «Тамп» или щелкая левой кнопкой мыши на соответствующих портретах. Вот, ну как я уже сказал, нам это не обязательно. И по сути главное для нас присутствие воинов некоторых. Мы сейчас на днеру запишем. Опять же, этих тоже пустим за травму. Побежали дальше. Здесь интересно, что-нибудь есть у нас. Что-нибудь такое, куда можно пройти, например. Ну ладно, давайте тогда на коняжек пойдем в атаку. А в чем плюс вот такой техники, что они бегут? Мы нашли Грома, но место, где его держат, окружено стражевыми башнями. Так уничтожди! Нужно освободить за днеру! Так вот, в чем плюс того, что они бегут за мной, да, как бы вот как сейчас? В том, что если вот он, например, сейчас умирает, я могу следующего выделить, и у меня будет уже следующий воин. И так нужно уничтожить все стражевые башни, и сразу после этого мы с вами уже будем воевать. Вот единственный минус, они в первую очередь целятся в дальнобойных юнитов, и потом займем все этим. Посмотрим, на самом деле, как мы быстро все сами так справимся. Но проблем возникнет, как я уже сказала, не должно. Тем более я прокачал все мнения в плане урона. Поэтому все должно быть в чеке-каке. Как говорится. Встаем на магический круг, насколько это возможно, и все круто. Гром, ты в порядке? В полном, братишка. Пострадала только моя гордость. Забудем об этом. Мы покидаем земли людей навсегда. Ну, наконец-то. Идем. У меня есть идея. Мы могли бы одолжить у людей их корабли. Хорошая идея. Но нужно еще дождаться остальных. Орда в сборе, вождь. Мы ждем твоих приказаний. В путь, юный трал. Плыви на запад. К берегам Калимдора. Там ты найдешь свою судьбу. Там обретет спасение твой народ. Очень даже круто. Вот. Ладно. Что хочу сказать. Увидимся, наверное, в следующей серии. Потому что в этой, собственно, все закончилось. Вот такие вот дела. Ладно. На сегодня все. Всем пока. Удачи. Успехов. Смотрите дальше. Смотрите дальше.